В этот раз я хочу перелить вот эту табуретку вот в этот графин. Нам короче говоря эту табуретку надо сейчас перетереть в пыль. Какая была табуретка. Опилки мы будем вместе с соляной кислотой варить именно в этом нержавеющем парне. Автоклав. Теперь нам надо замешать ацетатный буфер. У нас есть наконец-то бидон говна, который мы подготовили для того, чтобы его съел фермент. Для того, чтобы он его захавал, его надо греть до 50-55 градусов. Как вы знаете, мы постоянно что-то затариваем, чтобы увеличить технологическую мощь мастерской. А чтобы охватить максимум методов изготовления, нужно миллион инструментов и 2 миллиона расходников. Ща как раз планирую закупить целую кучу всего для будущих выпусков и жду, когда это может будет сделать по скидону. С 9 по 11 ноября на Яндекс.Маркете будет происходить грандиозная распродажа 11.11 со скидками до 70%. Ща покажу, что я там выбрал. Шлифовальный станок. Ну конечно же джет. Запас кругов. Пневмозаклепочник. Ну и вот еще вкусняшек для песика. Удобно, когда в одном месте можно заказать все от станков до вкусняшек. Ну что самое крутое, при оформлении заказа часть суммы я могу оплатить баллами плюса. У меня вот тут 6,5 тысяч баллов накопилось. Неплохая такая доп. скидка. У меня есть еще несколько дней для того, чтобы добавить еще что-нибудь в корзину. Я бывает вечерами, сижу, выбираю, копаюсь в избранном, отбираю все внимательно, чтобы затариться именно на скидках. Так что и ты не пропусти целых 3 дня скидок. Переходи по ссылке в описании и затаривайся на Яндекс.Маркете. А у нас тут, блядь, вторая смена вовсю нахуй пошла. Откупоривай, откупоривай. У меня в руках великий, руками его трогать не буду. Фермент, который я, сука, искал, наверное, месяцев 9. Пока просто в гугл не зашел и не вбил, блядь, нормально. Фермент для расщепления древесины промышленный. Я искал бобровые энзимы, а находил только бобровая струя. Это же совсем не то, да? Кстати, вот вдыхаю, когда дымку, короче, от этого говна. По запаху, вкусу похоже на пивные дрожжи. Блядь. Отсюда же дует ветер. Все, мотор погасить на сет. Пошла целлюлаза, пошла родименькая, блядь. Чтоб те тёлки так откупоривали, блядь, для траха. Да ладно, нормально было. Как называется фермент? Целлюлаза. Для растворения целлюлозы. Все, откупориваем. Пусть мешает там себе. А мы будем следить. Камера. 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 Мы, короче, весь день снимали другой проект. 11 часов в мастерской. У нас как раз поспела эта х**тина. Там набралась концентрация 1,2 килограмма сахара. У нас получился выход из всей вот этой вот бурды, которую варили два раза. Она выкипела. Выкипевала. Часть испарилась. Мы туда долили остаток. Все опять перемешивалось. Она, короче, неделю уже просто варится при температуре 50 градусов. Целлюлаза. То есть фермент, который разжижает древесину, срабатывает и срабатывает. Сейчас это надо все откинуть на марлю, профильтровать, дать остыть. А завтра мы уже будем вкидывать туда дрожжи. И еще, наверное, дней 10-2 недели все это будет бродить. Потом перегонка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Эта х**я внутри него переварилась. Сахар выделился. Я остался просто говном. Ты посмотри на это. Ммм, вкуснотища. Ммм, вкуснотища. Блин, тупо просто не обосраны, зацени, у меня после шавы так же, наука, химия. А как на вкус? На вкус? Да так же, на вкус. Рыгал когда-нибудь, блять, не знаю. Короче, еда не переварена, на запах. Что-то схожее на самом деле. Посмотрим, как табуретовка будет на вкус. Вангую, что тоже с нотками блевотина. Ахахаха. Ахахахаха. Знаешь что давай сделаем? Да щепь говно сюда Так, я отхожу Ну допустим Ну оставим это дерьмо на завтра Посмотрим, что будет Она щас присневеет, пойди Итак, после отжима адского этой мешанины дьявольской У нас получилось вот такое вот количество Будем называть его сусла, наверное, для браги Или брага уже это Нет, брага это то, что бродит Итак, нам надо сейчас закинуть туда дрожжи Но перед этим я сделаю что? Расскажу вам, что мы здесь вообще натворили У нас внутри та же самая медная система Состоящая из змеевика, которую мы использовали Для того, чтобы перемешать вместе с ферментом все Так как там надо было греть до 50-55 Не больше 60, чтобы фермент не умер Здесь надо греть 30-35 Это оптимальная температура для того, чтобы дрожжи там жили Кушали сахарок и пердели бухлом в нашу воду Соответственно, здесь у нас два термометра установлено На одном из которых показывает 35,5 Здесь у нас 32,4 Оба они установлены внутрь Ох, сюда понападало всякого говнища Я уверен, там будут не только дрожжи Итак, берем воды Технически, ну что поделать Она у нас здесь 35 градусов Как раз пока в банке постоит, остынет Засыпаем туда дрожжей И засыпаем сахарочек Перемешиваем все это дело У нас тут биоинжиниринг пошел Технологии Используем животных, чтобы они работали на нас Не только роботы работают, но и животные Кушайте, мои детки Все, через ровно 8 будем заливать Ну что, у нас там прошло 32 минуты Грибная культура Стойкая пена Блин, хера себе Муха уже Откуда ты? Эй, муха Уходи Удар колбасой Мухе там не место Хорошо Закрываем наш бродильный бак 33 градуса, вижу там температуру внутри Осталось последнее Прежде чем эта штука превратится Эээ... в бухлище Нефильтрованное бухлище Гидрозатворченское Это куха Гидрозатворченская Теперь он, по идее, должен правильно работать Что такое вообще гидрозатворченская Для тех, кто не знает У нас выделяется в процессе брожения газы Которые выходят из этой бочки И чтобы ее не разорвало, некоторые вешают перчатки с маленькой дырочкой. Стопудово у деда видели на даче или в гараже такую здоровающуюся 19-литровую стеклянную байду старого образца. Так вот, отсюда газы будут выходить, а внутрь попадать ничего не будет, благодаря вот этой системе сообщающихся сосудов. Потому что дрожжи живут только в той среде, в которой еще есть кушать всяким плесенем и прочим пердячим гадам, которые нас вообще не устраивают. Как-то так он и будет побулькивать. Ждем! Короче, спустя 4 дня у нас нихера не забродило. Несмотря на то, что там 1 килограмм сахара, 23 литра воды, брожение должно происходить достаточно медленно. Но все равно, спустя 4 дня я не увидел ни одного пузырения через гидрозатвор. Поэтому было решено еще раз всю эту смесь прокипятить, чтобы убить все организмы, которые там успели расплодиться при 31,5 градусах по Цельсию. Которые не дрожжи, которые могут сгноить и заплесневеть нашу брагу. Нам этого не хочется, мы будем кормить только дрожжи. Поэтому мы все это дело сейчас кипятим. 95 градусов у нас на термометре. Сейчас выключаем комфорку. Дожидаемся, пока эта вся фигня охлаждается. Всыпаем туда необходимое количество диаммонии фосфата. Это азотно-фосфорное удобрение. То есть прикормка, сука, для дрожжей. Чтобы они лучше справились. Чтобы им такие... Ммм, ням-ням-ням, сухарок еще вкуснее стал. И закатываем еще раз. Будем добиваться того, чтобы у нас получился алкоголь именно из вот этого. Да, кстати, большое спасибо Игорю Синельникову. Без него этот проект, мне кажется, не состоялся бы. Мы бы раканули просто на самом первом этапе. Итак, прошло 2 недели, а я ношу тот же самый балахон. Жесть. У нас перестал булькать. Наш пародельный чан. Давайте взглянем внутрь. Шибает, короче, как забродивший квас. Углекислого газа я вдохнул стопудово. И всяких запахов сусил. По сути, получилось панк-мухло. Можно его бухать. Но на самом деле не можно, потому что башка, блядь, ну, раскалывается. Днище вышибает. И вообще там очень много хвостов, голов, которые пить противопоказано. У нас сейчас раствор мутный. Там остатки дрожжей умерли, которые после того, как определенная спиртуозность раствора у нас набралась. Поэтому сейчас я предлагаю, как и понадобно вообще по всем грамотным рецептам, фильтровать это дело бентонитом. Когда у меня не было доступа до магазов, не было возможности ездить, собирать нормальные расходники, я обходился кошачьим сортиром. Потому что, по сути, это одно и то же. Здесь прям бентонит у нас для винодельческой промышленности прям. Перемешиваем все это говно и ждем, пока осядет вся муть вместе с бентонитом на дно. Раствор должен стать абсолютно прозрачным. Его мы и будем перегонять. Ждем. Полчасика. И ни хера не поменялось вообще по цвету. Видимо, с такого сорта приготовленной брагой оно не работает. Берем наш кубас и переливаем все, что у нас не касается мути всяческой. Первый заход пошел, а дальше классическая нам знакомая уже технология перегонки. Мы сюда цепляем сухопарник и холодильник. И холодильник будем охлаждать как правильно в противоток. Туда он пойдет и в большую бочку с водой. Включаем насос. Вода пошел, шланг пошел, холодильник холодит. Включаем плитку и начинаем собирать жижман. Вот же сука, а. Я вот его в воду окунул, а он что-то дымится. Давай, непонятно почему. Еще какая-то пена из него идет. Не знаю, на сколько этого куска говна хватит. По идее, работать он так долго не должен. Но я хочу, чтобы он так работал. В воде он тоже не должен находиться. Он говорит об этом какой-то странной пеной, которая из него идет. Но, тем не менее, кипятим мы до 100 градусов. Первая прогонка, чтобы получить спирт-сырец. У нас идет на полных парах. Мы ничего не отбираем. Просто все, что сконденсируется, все скапает сюда. Потом начнет пар пищать. И мы такие, типа, все, хватит. Итак, что у нас тут? Запахи, любимые сердцу. У нас отгоняется спирт-сырец, который с головами, хвостами и телом, который тело нам оттуда предстоит достать. Температура у нас 92,5 градусов Цельсия. И мы догоняем до 98 градусов. Здесь набрался уже какой-то некий объем. Ну-ка, по запаху. Ну, нормально, кстати. Не отдает тухлятин и сраный, как самогон из колы. И это только первая заправка. То есть у нас где-то вот столько там жидкости. Часть уже, я не знаю, какая-то выкипела. Догоняем до 98 градусов. У нас получается там какое-то количество спиртуозности, растворителей, альдегидов и прочего говна. И перегоняем еще раз. В процессе того, как у нас фермент хавал дерево, у нас образовывался сахар в растворе. И чтобы померить, какого хера вообще мы здесь все забыли, мы применяли вот такую штуку. Это глюкометр. 4,4 ммол на литр. 15 грамм сахара там внутри осталось. Вообще во всей этой бадье. 15 грамм это, наверное, ну типа такая жменька размером с ручку. Это достаточно хорошо. Но не сахара, а глюкозы. То есть дрожжи у нас все захавали. По запаху вот этой ботвы, которая выливается, я могу сделать вывод, что у нас все-таки какой-то спирт там присутствует. И это не может не радовать. Давайте продолжать веселье. Отрабанила так, что у нас аж холодильник нагрелся. Сейчас надо будет озончик туда. Нагритячить. Осадок видно. Нам надо вот последнюю жижу захватить, и чтобы трубка не стала вот так делать. Темной. Не должна остановиться. Да, похуй, нормально. Все слищет. Эй, блядь, ебаный в рот. Сука. Вода сейчас закончится в трубках. Много пизданул льда сухого. Он как забурлит, как убегать. Вода начала. А я такой, ай, и вся пола водный. Отогнали мы кучу всего. Вообще, на самом деле, неожиданно. Вот столько. Вот столько. Вот столько. И вот столько. Но из-за того, что у нас холодильник нагревался, аки сатана, мне кажется, градусов до 30, и вообще непонятно, какой концентрации сейчас все здесь. Мне кажется, тупо вода с паром. Поэтому сейчас будем все смешивать и смотреть. Мы будем смешивать по 50, точнее, по 500 миллилитров. Итак, у нас есть некоторая емкость с неопределенным составом. Сейчас мы будем понимать, какая концентрация у нас там чего есть. Нам надо где-то в районе 80 миллилитров. А, хватит. Кидаем туда аэрометр. И видим, что он даже до нижней границы не достает. Это значит, что? Это значит, у нас там жижа в районе меньше 30, я так полагаю, градусов. Еще надо учесть то, что у нас здесь 25 градусов. А вот этот аэрометр работает при температуре 20 градусов. Надо провести некоторые кальциционные расчеты. Итак, у нас здесь температура даже не 25, а 27,5. Показания аэрометра будем считать, ну, примерно 28 градусов. Значит, примерная крепость у нас получается 25,75. Именно поэтому такого до хера получилось. С одного и двух килограммов глюкозы, которая у нас там была. Значит, мы сейчас берем, юзаем другой калькулятор. Мы помним, что у нас здесь 2,2 литра. И нам надо разбавить все это дело водой до 15, примерно 20 градусов. Почему? Для вторичной перегонки это важно. Потому что спирт отсоединяется от водного раствора в меньшей концентрации и гораздо легче. Ну, я так полагаю, типа, молекулы спирта с молекулами спирта сильнее сцеплены, чем с молекулами с водой. Именно поэтому молекуле спирта легче оторваться, испариться, перегнаться, сконденсироваться и попасть потом в жилую. Давайте посмотрим, сколько надо воды. Нам надо долить 1 литр вот в эту бодягу и начать все это дело перегонять с очень холодненькой водичкой, чтобы капало очень медленно, и отбирать головы и хвосты. Фу, я тут аж пересрался вообще весь. 78 градусов настало, конденсат не капает и не капает. Ну, мы знаем, что спирт испаряется при 78, 8 или 4, в зависимости от, кстати, еще атмосферного давления. Меньше на 10 мм ртутного столба и значения совсем другие. Думаю, такой, что за фигня-то вообще? Головы не отбираются, сейчас растворители там накапают вместе со спиртом. В итоге почитал, короче, сайт колба.ру. Все-таки они меня успокоили при повышенной температуре. То есть, если у нас здесь концентрация спирта меньше, чем 20 или 25 или 30 градусов, температура начала отбора у нас будет повышаться. Можно в инете прочитать. Ну, начинает перегонка при 78 градусах. До этого капают головы. Потом у нас начинают капать хвосты. Там градусов с 95, с 85 точнее. А нихера! Здесь перегонка у нас начинается с 82, 84 градусов, начинает капать. Соответственно, мы отбираем 10, примерно 10 процентов, 100 мл голов, потому что это растворители. Сейчас мы перегоняем спирт-сырец, отбирая головы и хвосты. И все, ништяк! Я спокоен. 100 мл мы сольем. Остальное наполним вот в этот замечательный графин. И на этом все. Ну-ка. Вдыхай прям сильно. Хорошо. А что там? Другой запах здесь? Да. Вот этот более резкий, да? Вот этот более нестичный. Ну ладно, мы отберем еще чуть-чуть. Вот этот пить, короче, нельзя ни в коем случае. Ну я пить не буду, я отберемся. Ну и ладно. Так бы выпил. По классике. 120 мл мы отобрали. Пахнет уже не так резко. Здесь лучше перебдеть, чем недобдеть. А вот эту штуку пить ни в коем случае нельзя, потому что ацетон, растворители просто уничтожат нас изнутри. Ее мы заливаем сразу же в нашу бензиновую горелку. Пусть она там горит и паяет нам всякие медные штуки припоями. Экономия! Вкуснятина! 70-градусная. Я ее, пожалуй, оставлю в таком виде, не буду разбавлять. В итоге у нас получился дистиллят. Хорош, не побоюсь этого слова, хорошего качества. Все сивушные масла у нас остались вот здесь и вот здесь. Пахнут они совершенно отлично от вот этого. Прям каким-то носочками с перегаром отдает. Таким прям запах рта немытого после вписки. Здесь совершенно другой продукт, пахнет благородным виски он. И сейчас мы закончим все это делать тем, что мы берем и всю нашу композицию переливаем все это в замечательный графин. Сука, нет, 0,5 не влезает. Ладно, а вот это вот мы отдадим на токсикологический анализ. После того, как придут результаты, я расскажу их вам и буду поедать вот этим снадобьем, если оно окажется безопасным каких-нибудь знаменитых людей. Все вместе у нас получилось. Обратите внимание. 55 градусов чистого вкуснейшего табуреточного веселья. Ну и само собой, по традиции, как же мы можем оставить вас без созерцания выпитой стакашки этого рыбка? С прекраснейшего, не побоюсь, 805-й раз сказать напиточка. Павел Григорьевич! А, вот ты где, ты же рядом был совсем, да, действительно. Ну, собственно, по 5 капель. Такого количества, я думаю, будет безопасно, даже если там есть небольшие примеси, потому что метила там быть не должно. Это другая технология. Это кислотный гидролиз дает метил, то есть технический спирт, который гонится из-за пилок, о котором, типа, писали в комментах в прошлом видосе. Вы вообще нихуя не шарите. Ну, тут что, специально, типа, просто так, что ли, технологию разрабатывали? Со знающими людьми общались, между прочим. Они, как обычно, с бухты барахта. Пахнет вкусно. Есть нотки винограда, которого там нет. Кстати, да, есть в натуре. Или это просто что-то древесное, запах. Тут уже хрен разберешь. Мне кажется, дрожжи, табуретка дала свой аромат. Ну что, бахнет. Будем. Будем, надеюсь, после того, как выпьнет, тоже будем. Ну, очень даже хорошо. Обдаленно напоминает чачу, но это лучше, чем чача. Это повкуснее. Какие ощущения? Рассказывай. Пукуснее водки. О, самогон. Водку не люблю. Водка Кал. Самогон для пацанов. Спирта не чувствуется? Уже что-то. Всем спасибо на этом. Это был долгий путь. Мы полтора месяца снимали это видео. Спасибо за вашу поддержку. Не забывайте про сервис Бусти. Не забывайте про телеграм-канал. Везде все по стим. Куча контента. На ютубе тоже ждите. Что-то будет. Видосы классные. На этом все. С вами была команда БНБ. Даня Крастер. Всем пока. Бля, я доволен. Это было реально долго, но оно того стоило. Это эпический проект. С надобья полученного из куретки.